Особое мнение на 101FM Я ссылаюсь на Вятский наблюдатель Потому что он одним из первых Ее опубликовал По заголовкам В ближайшее время Игорь Васильев проведет административную реформу Я цитирую Как утверждают близкие губернатору чиновники В ближайшее время Игорь Васильев проведет административную реформу Которая избавит его от статуса Председатель правительства Кировской области Наблюдатель предполагает Что должность председателя правительства Перейдет к его первому заму Александру Чурину Мы здесь уже с некоторыми экспертами Обсуждали эту тему И вот Дмитрий Русских нам напомнил Что такая административная реформа Предполагалась еще при господине Шаклеине Потом при Никите Белых Но она не прошла Ни разу вообще Видите ли вы смысл в том Чтобы разделять полномочия губернатора И руководителя правительства Кировской области Если да, то обоснуйте Вообще обсуждать слухи или домыслы Это конечно дело не благодарное Но если обсуждать вообще в принципе По поводу разделения административной реформы Но у меня так получилось, что я В большинстве, где бы я ни работал Везде система работала Так, губернатор Губернатор и председатель правительства Это разные люди, это разные должности Разный функционал И поэтому Наблюдая по тому Например, какой область мы приходим? Это Самарская Это Республика Мордовия Ну я знаю, что такая же там и Татарстан И, мне кажется, Ульяновская область Есть где и по-другому Как в Кирове Но есть и те, которые я вот сейчас назвал На мой взгляд Вот та система, которая Разделена Где губернатор и председатель правительства Это разные две должности На мой взгляд, это более эффективно Объясню почему Потому что надо понимать У нас вообще государственная региональная власть И центральная, федеральная власть Они очень вертикально зациклены И для того, чтобы многие вопросы решить на территории Необходимо постоянно где-то находиться в Москве Постоянно решать какие-то вопросы Да, может быть, это не совсем правильно Но мы говорим о том, что у нас сейчас на данный момент есть А у нас есть так, что в основном надо находиться в Москве Нужно решать вопросы Надо предпринимать какие-то шаги И это только первая часть И есть очень много вопросов Которые говорят На таком политическом направлении О каких-то важных Принципиальных вещах А здесь председатель правительства Должен быть И вообще правительство Это то, которые должны быть на местах Которые должны ежедневно заниматься Ежедневными проблемами С газом, со светом, с уборками дорог Со строительством дорог Социальными вопросами И я думаю, что если будет такое решение принято То, на мой взгляд, такая система будет более эффективна Чем когда это все в одном лице Про Москву все понятно Потому что, во-первых, конечно же, это центр политический Потом губернаторов у нас так или иначе Несмотря на то, что их потом выбирают Все-таки ИО назначается президентом И понятно, что Москва финансовый центр У нас очень не самостоятельные регионы Деньги уходят в большинстве своем Там Москву в большой части Потом перераспределяются на регионы И этим нужно заниматься там Администрации президентов Правительства Российской Федерации Вы считаете, что у губернатора Вот такие функции, когда на нем завязаны Более эффективно будет работать Если он конкретно этими задачами будет заниматься По сути, выбивать программы и деньги на регион Ну и определяй Я еще раз хотел бы сказать Что я не говорю, что человек Губернатор должен находиться только в Москве И заниматься только этими вопросами Это один из больших пластов вопросов Потому что от финансов зависит Вообще развитие здесь в регионе И здесь, когда Ну, то есть губернатор Он определяет основные тренды Ему правительство подотчетно Он определяет основные направления А вот этой ежедневной, рутинной работой Должно заниматься кабинет министров Правительства И, естественно, у этого кабинета министра Должен быть председатель правительства Хозяйственник На хозяйстве Хозяйственник, да Который не отвлекается на какие-то политические тренды А в первую очередь Занимается насущными проблемами региона В первую очередь Развитием экономики Социальными вопросами Ну и другими Вот, кстати говоря В своем последнем интервью В 2019 году Александр Чуринг к нам приходил Первый заместитель председателя правительства Игоря Васильева И он сказал, что региону нужна Долгосрочная программа экономического развития Которой нет И которой все время требует Вот любой эксперт, который сюда приходит Эксперт в экономических финансовых вопросах Говорит, что где долгосрочная программа Развития Кировской области К чему мы идем За счет чего мы идем Почему все урывками Ее так и не представили Сколько не готовили Понятно, что эта идея не новая И она ожидаемая Нужна ли такая долгосрочная программа Экономического развития На ваш взгляд И кто ее должен разрабатывать Ведь ее можно разработать в институте Например, в каком-нибудь на заказ А можно как-то и по-другому Однозначно такая программа нужна Только благодаря В первую очередь Долгосрочным каким-то планам И прогнозам, которые мы делаем Мы можем привлечь сюда к нам инвестиции Как частные Так и какие-то И федерального бюджета Только за счет вот этих Планов, прогнозов И тех, как мы хотим развиваться дальше У нас сейчас на данный момент Есть Министерство экономического развития Которое непосредственно ему вметено Вот эти обязанности Но Министерство экономического развития Одно само, естественно, не может сделать И насколько вот опять же я знаю Что сейчас в настоящий момент Прорабатываются такие Собираются все необходимые сведения Со всех министерств И даже не только с министерств А собираются сведения Из крупного бизнеса С каких-то крупных предприятий Для того, чтобы понять Как эти предприятия будут развиваться Для того, чтобы Исходя из их планов Уже сделать план области Какие специалисты нам нужны Будут на перспективу 3, 5, 10 лет Какие нам нужны резервы финансовые Экономические Все это нам надо Вот синергировать в этот план Который будет являться основой Для дальнейшего нашего развития Потому что не секрет Что в настоящий момент Инвесторы, которые являются Вот таким драйвом развития экономики региона И вообще экономики страны Они очень настороженно идут Со своими инвестициями Как вот недавно разговаривал С одним знакомым Крупным предпринимателем Из другого региона И он говорит, что Когда ему там предлагают Какие-то проекты Он говорит Вот я понимаю, что В перспективе, да Может быть, окупаемость Будет в этом проекте 15% Но я лучше положу свои деньги в банк На 8 Да, меньше Но я точно знаю Что через такое-то время Я это получу И он не один такой И у нас действительно Вот нету еще Пока на данный момент Вот слаженной такой системы Хотя она делается И шаги к этому есть Которая бы полностью Обезопасила бизнесмена При том, как он Ну, то есть будет вкладывать деньги Хотя обезопасить, конечно, невозможно И коммерческая деятельность Она предполагает коммерческие риски Но они сегодня На данный момент И не только в Кировской области А вообще в стране Они настолько высоки Что Вот И вот эта вся обстановка Она иногда и провоцирует Допустим, какие-то даже Коррупционные моменты Игорь Владимирович Так зачем нам программа Долгосрочного развития В регионе Если обстановка в стране В целом Такая Что ни один бизнесмен Не поверит в такую программу Можно говорить о том И это часто слышно Зачем я буду делать Вот хорошо Или я буду делать честно Когда вот эти там наверху Они воруют Но если мы будем придерживаться Такой политики То мы никогда ничего не сделаем Ну правда не сделаем Надо уезжать тогда Ну да Надо вот Шереметьево Внуково Там еще какие-то Если выход Да, есть Да, но можно уехать А можно попытаться что-то сделать На мой взгляд Многие рычаги И многие вещи Которые необходимы для этого Они у нас есть Многие институты созданы Там проектный офис У нас есть Фонд поддержки предпринимательства У нас есть советы При губернаторе Еще разные структуры И что И как они работают Вот на данный момент Вот сейчас Я насколько знаю И в них вливается Вот новый смысл И я надеюсь Что этот смысл Вольется Этот смысл с чем Вместе вливается Он декларируется Или вместе с людьми Какими-то думающими Работающими Он вливается туда И есть определенные Насколько я знаю И замены И есть определенный Вообще Формат меняется То есть Те советы Которые проводятся Сейчас туда Наполняются Новыми людьми Происходит Немногое изменение Формата Вообще общения Чтобы можно было В прямом вот этом диалоге Услышать Что мешает Я говорю Механизмы есть То есть Власть повернулась Лицом к делателям Поворачивается Поворачивается Не повернулась Потому что Если повернулась Мы бы уже сейчас Были все счастливы На данный момент Этот разворот На мой взгляд Который я вижу Те шаги Которые предпринимаются Они Есть Даже вот то Что взять С инициативированным Бюджетированием Мы в стране Занимаем хорошие Темпы И мы Одни из передовиков И за это Можно сказать Спасибо И многие дворы И многие какие-то Местные проблемы За счет этого решились И с каждым годом У нас эти проблемы Решаются И сейчас Рассматривается вопрос О том Что все-таки Это законодательно Еще закрепить И тогда мы будем Точно В передовиках По этому направлению И когда у нас будет Документальное Закрепление Это внесет Определенную надежду И уверенность И главам администрации И тем людям Которые Участвуют в этом И предпринимателям На том Что мы Точно получим В следующем году Такие-то финансирования И даже Где-то можно построить А деньги получить Чуть позднее Так Давайте мы Сейчас нужно Обязательно здесь остановиться Чтобы все Не смешалось В головах наших слушателей Во-первых Раз вы заговорили Об инициативном Бюджетировании Я простой термин Назову Проект поддержки Местных инициатив ППМИ Проблема была в чем Каждый год Мы не знали На следующий год Будет эта программа Или нет И вот теперь вы говорите Что в законе Кировской области Будет закреплено Что-то Или не знаю В проекте В каком Финансовом документе Как это будет Закрепляться Что даст нам гарантию Что эта программа Будет какой Бесконечной На 10 лет На 15 На 20 У нас каждый год Деньги выделялись И это хорошо Это отдать должное И министерству Социальной политики И губернатору О том Что эта инициатива Постоянно поддерживалась Но каждый раз Я вот общался С людьми Которые этим Непосредственно занимаются С теми гражданами Которые участвуют Все равно Присутствует Вот эта неуверенность В том А вдруг на следующий год Отменят Изменится какая-нибудь Обстановка Изменится политическая Обстановка Социальная И это направление Уберут И поэтому люди Долгосрочно Не планируют Какие-то свои действия В настоящий момент Это Есть проект Этого закона Основная позиция В этом проект Это закрепление Нормативно Той суммы В процентном Исчислении Которое будет От бюджета Выделяться На вот эти все Проекты От бюджета Кировской области И Ну от доходной Ее там части Вот И В зависимости Ну то есть Сейчас этот документ Он проходит Все стадии согласования Я знаю Что в законодательном Собрании Были Некоторые Внесены Поправки Минфин Дал Какие-то Определенные Свои Ну оценки Что надо Подправить В настоящий момент Этот документ Перерабатывается И опять же И общественная палата В этом активно Принимает участие Мы Проведем И свои Надеюсь Обсуждение Этого законопроекта И вновь Его направим Уже на Принятие В законодательное Собрание Мы должны Прерваться На полминуты Но я задам Еще один вопрос По ППМИ После перерыва Для того Чтобы понять А чья это Инициатива Кто хочет ППМИ Сделать Гарантированным Проектом В Кировской области На долгие годы Особое мнение На 101FM Эта программа Особое мнение Продолжается она Свое особое мнение Продолжает высказывать Член общественной палаты Кировской области Игорь Панкратов Ведет программу Светлана Занько Вы сказали Перед перерывом Что разрабатывается Законопроект О закреплении ППМИ Как некого Постоянного инструмента Экономического развития Кировской области Ну и социального Соответственно Связано это с тем Что принятие решения О том Будет у нас ППМИ Или нет В следующем году Каждый раз Стояло под вопросом То есть неизвестно было Будет Не будет Потому что Есть деньги в бюджете Будет Нет денег в бюджете Не будет Сейчас разрабатывается документ Когда это будет Частью развития Кировской области И это значит Что каждый год У нас будут деньги И заложен будет Процент от Доходной части бюджета Кто является Гарантом того Что этот Законопроект Превратится в закон Первое Ну и второе Чья это была Инициатива Может быть Это одно и то же лицо Ну если брать Конкретизировать Инициатива Вообще была граждан Потому что Когда этим вопросом Занимались То очень часто От граждан С которыми Общались Представители Офиса По Инициативному Бюджетированию Они очень часто Слышали Вот эти вопросы А будет ли на следующем Они наши эксперты Михаил Шевелев Евгений Дрогов И другие Вот Также было Это звучало И от органов Местной власти От глав Муниципалитетов И уже потом Она Вот эта Инициатива Родилась Уже В офисе Вот Офисе Консультантов И она Родилась уже Вот В проработанный Законопроект Понятно Что Система У нас Она Непростая Прохождение Помимо того Пока Этот законопроект Попадет В законодательное Собрание Он должен Пройти Определенное Согласование Но На Ряде Совещаний И Это Присутствие СМИ Правительства Губернатором Области Игорь Владимирович Васильев Было Озвучено Что Этот проект И о том Что Инициативно Бюджетированный Будет Поддержан Я считаю Что это Огромный Шаг Вперед Потому Что Это Вот Та Структура Надо Вообще Выходить На Более Высокие Темпы И на Более Широкий Объем Чтобы Обхватила Именно Инициатива Граждан Чем больше Мы будем Привлекать Граждан В Софинансирование И Вообще В принятие Каких-то Решений По дальнейшей Своей Судьбе И Определение Судьбы Своих Англомераций Судьбы Своих Районов И Каких-то Населенных Пунктов Тем Это Лучше То есть Это Будет Вот Эта Смычка Между Органами Власти И Населением И бизнес Потому Что Этого Сейчас Не Хватает Очень Много Таких Недопониманий Конфликтных Ситуаций И Я думаю Что Этот Шаг Он Очень Важен Для того Чтобы Мы Эту Ситуацию Привели В то Нормативное Состояние Которым Оно Должно Быть Когда Власть Это Орган Который Улучшает И Обеспечивает Жизнь Наших Граждан А Иногда Бывает Наоборот Игорь Панкратов Это его Особое Мнение Мы Слушаем Сегодня Игорь Владимирович У вас Три Вопроса На сайте Три Вопроса К вам Первый Вопрос Вы член Общественной Палаты Вы реально Считаете Что Общественников Что-то Зависит В наше Время Вы Кстати Связаны С вашим Последним Комментарием По поводу ПМИ Кто являлся Инициатором Принятия Законопроекта И закона По ПМИ В Кировской области Я абсолютно Трезвый Когда я Пошел В общественную Палату Я абсолютно Трезвый Понимал Что на данный Момент И это Мое Внутреннее Особое Мнение Что Общественный Контроль И общественная Деятельность На настоящий Момент Оно Выходит На одну Из самых Первых Таких Строчек И Общественность Реально Может Влиять На те Процессы Которые Происходят И Общественность Заставляет И власть Более Внимательно Относиться К тем вещам Потому что Наш мир По сравнению С десятилетней Давности Когда мы Получали информацию Иногда из газет Через два Через три дня В настоящий момент Ну Канул в лету И мы сейчас Получаем информацию В режиме онлайн И иногда Ну это держит В тонусе И наши органы Власти И Другие Структуры Поэтому Именно Общественность Дает тот толчок И она может Доносить Чтобы у нас Не было Ну какого-то Не знаю Там базара Да Доносит Те Тренды Которые есть И те пожелания Которые есть Да Органы Власти Все механизмы Созданы Я бы сейчас Еще уточнила Вопрос Гостя Ивана Он имеет ввиду Конкретно Общественную палату Вот вы работали В Самарской области Там общественная палата Какой вес имела И у вас есть чем сравнить Как вы себе представляете Вес общественной палаты В Кировской области Если честно Вот мне кажется Что в Кировской области Общественная палата Работает даже Намного эффективнее Ну то есть Мне Вот Ну я убедился В этом Даже на начале Нашей работы Это вопросы И с мусором И с заключением Конституальных соглашений И с уборкой дорог Общественная палата Во все сферы Во всех сферах присутствует Она присутствует Но кто ее слушает Ее слушают? Я уверен А в Самаре не слушали? Да почему Слушали, но Просто от чего Зависит этот вес? Я хочу понять От позиции властей Которые воспринимают Общественную палату Или от персоналей Которые наполняют Палату саму? Во-первых От персоналей Которые там находятся И компетенции Этих людей Чтобы Я вот За то Чтобы эти люди В первую очередь Были не Крикуны И по позиции Баба Яга Всегда против А для созидания Для того Чтобы найти Какой-то компромисс Понятно Что законодательство Несовершенно Понятно Что есть много Всяких проволочек Где-то там Мы что-то можем Что-то нет Но Мы должны пытаться Это сделать И в настоящий момент Вот даже то Что связано С дорогами Что связано С мусором Ну то есть Все равно Голос Общественной палаты Он услышан И действия Определенные Предпринимаются Где-то не так Эффективно Как бы нам хотелось Но этот процесс Идет И я думаю Что и механизмы Опять же Все созданы И еще бы я хотел Отметить такой вопрос Что у нас Органы власти Очень хорошо Слышат В принципе Да Очень хорошо Слышат Голос общества Они мониторят сети Они встречаются С людьми Проводятся урбанистические Форумы Там еще Вот у нас Дальше начинаются Определенные проблемы Когда надо На основании Вот этого услышанного Принять Какие-то Определенные меры И вот тут Возникают Уже вопросы И часть Неэффективности Вот именно Созданного Вот этого аппарата Который не может Проработать Про чиновников Говорят Да Я уже говорю Сейчас Про чиновников Или не хватает Где-то компетенции Для того Что сделать Потому что Бизнес постоянно Перестраивается Чиновничий аппарат Я в нем работал Я знаю Это очень сложно Иногда перевернуться Вот у нас есть Определенные Нормативные акты И мы в них Только действуем Ни шаг вправо Ни шаг влево Я одно могу сказать Вот я когда работал В контрольном департаменте Иногда проверяешь Чиновника Вот он Вот все проверяешь Вот он ни одного пункта Не нарушил Он все сделал правильно Но дело не сделано Ну то есть Ну вот Задача не решена Да Задача не решена Но ничего не нарушил Но опять же Я хотел бы Обратить внимание Что мы иногда И сами Делаем то Что Ухудшаем жизнь Органов власти В плане Прохождения Вот этих решений Очень часто Можно слышать Ну Даже вот на уровне Аппарата Я с этим столкнулся Опять же И в Самаре Когда сами же чиновники Иногда Ну понятно Есть люди Которые приехали Есть люди Которые работали На местах И очень часто слышно Да вы уедете Нам здесь остаться Ну или вы сами знаете Сколько слухов ведет Что вот Губернатор у нас тут завтра Послезавтра Послезавтра Вот мне кажется Как минимум раз в полгода Да То есть он постоянно Куда-то уезжает Да И это все создает Очень нервозное отношение Самих вот этих чиновников Они думают Зачем нам сейчас что-то делать Если он завтра уедет И вот это состояние Наоборот Это подчиненные Топ-менеджеры Да Это вот уже подчинен И иногда Вот видно Какую-то неэффективность В плане некомпетенции А иногда Вот видно Даже какой-то Ну на мой взгляд Небольшой саботаж И в этом плане Очень сложно Иногда даже руководитель Ну видно же Что руководитель Там города Руководитель области Хочет Ну допустим Он здравый человек Видно Какие он указания дает Как это происходит Ну где-то вот оно Произошло Где-то оно не произошло И когда это начинаешь Анализировать Ну на мой взгляд Ну опять же Может быть это профессиональная Деформация Так как я 22 года Работал в правоохранительном Но мне видно Что где-то существует Определенный саботаж Который не позволяет Принять это решение И надо здесь Ну на мой взгляд Где-то даже Подходить жестче И с такими Если такие факты Будут выявляться Их надо Ну пресекать И опять же То что касается Общественности У нас очень открыто Ну то есть Есть возможность Высказать Любую свою точку зрения Вы имеете ввиду Общественную палату Сейчас СМИ что Я имею ввиду Сейчас СМИ Интернет У нас много пабликов Много всего И у нас иногда До такой степени Вот иногда смотришь Но Не иногда даже Я понимаю Как вот Бывает обидно Иногда там Представителям власти Хотя критика Многое заслужено Но бывает она Ну до такой степени Вот эти оскорбления Вот эти какие-то Такие претензии Игорь Владимирович Так вот пожалуйста Вам Госдума-то И озаботилась Вместе с сенаторами И сказали Давайте примем закон О защите Чести и достоинства Чиновников И будем наказывать За оскорблений В интернете Ну я бы Я если честно Не совсем А то уж больно Там открыто И активно Критикуют власть Ну у нас Я вот нисколько Знаю На уровне Европейских стандартов Даже был Европейский суд Кажется Принимал решение О том Что когда человек Идет в органы власти Он должен уже Предполагать Что уровень критики Которые Даже оскорблений Которые будут Звучать в его адрес Он намного выше Чем в отношении Обычных граждан То есть естественное состояние людей Должность Обязывать Я сейчас даже говорю Не про то Что надо принимать Какие-то меры В отношении тех людей Которые Я больше даже Я больше даже говорю К чему граждан-то призываете Я призываю Чтобы все равно Более объективно Ну то есть оценивать То что сделано Да И критиковать Более Конструктивно Предлагать А не так что А все плохо Критикую Предлагать Даже вот с этими Когда у нас Завалилось снегом Понятно что Снегом завалило Понятно Они должны Да То есть выберли Они должны Но все равно Вот я в интернете Видел призывы Но помимо того Что должны Ну есть Вот маленький двор Да В котором гуляют дети Там Твоя жена Там Я не знаю Родственники Но иногда Можно же взять лопату Да И выгрезть Какой-то участок Чтобы могли дети погулять Я Сейчас вас Сейчас вот СМИ скажут Панкратов призвал Взять лопаты И разгребать свои дворы Я опять же Если это вырвать Из контекста Это да Это образно я говорю Что мы не можем так Что вот я сел на лавочку Делайте власть Да Да они должны делать Но если от нас Не будет каких-то встречных шагов Где-то мы не пойдем То есть вы к активности людей призываете Я конечно призываю И к объективности Но Игорь Владимирович Чего они власть-то Чиновники Они читают Суцсети сидят Обижаются И в ступор что ли Впадает Это что тормозит их действие Смыслительную Я не знаю Еще какую-то Они что не могут справиться С анализом этой ситуации Может вообще закрыть комментарий Не читать и делать дело Просто Ну что Дети малые что ли Игорь Владимирович Они чиновники Вы сами сказали Что даже им прописано Что это у них такая Вредность по работе Так закрой этот чат Не читай Чего ты обижаешься Их надо читать Их надо мониторить Их надо смотреть Надо обращать внимание Потому что Не всегда И его подчиненный Может преподнести Объективную Нормальную информацию И не всегда Ты своими ногами Можешь пройти каждый двор И увидеть Что там происходит Поэтому Система мониторинга Она должна быть Я-то имел ввиду И призывал Гравина о том Чтобы мы как можно больше Просто давали И указывали на эти недостатки Но более объективно И более конструктивно А не просто вот Кричать и говорят Все гады Еще и обзываться к этому Просто чисто как человеку Неприятно Прервемся На полторы минуты У нас реклама Свое особое мнение Напоминаю Высказывает Чайно-общественная палата Кировской области Игорь Панкратов Через полторы минуты Мы снова здесь Продолжается программа Особое мнение Его сегодня высказывает Игорь Панкратов Чайно-общественной палаты Кировской области Программу ведет Светлана Занько Еще два вопроса На сайте Эхакиров.ру Во-первых Поскольку вы Представитель Сельмаша У вас тут вопрос К вам вопрос Сельмаш вообще еще жив? Это очень странный вопрос Но раз он такой есть Мы сейчас не будем Его обсуждать Это я на себя возьму Ответственность Сказать об этом в эфире Мы сейчас Сельмаш обсуждать не будем Это не предмет Особого мнения Но это значит Что нужно рассказать Вот у нас есть программа Разворот на бизнес Я вас туда приглашаю Про Сельмаш конкретно Расскажем Раз люди не знают Жив он или нет Еще один вопрос Судя по вашей биографии Пишет Александр Вы долго работали В правоохранительной системе Потом в госаппарате Теперь общественник Побывали Как говорится Со всех сторон Баррикад В чем на ваш взгляд Причина такого Нарастающего негатива В отношении власти Со стороны населения Коррупционность власти Низкий профессиональный уровень Чиновников Или может быть Просто большая Большая информационная Открытость Позволяющая говорить То чего нельзя было Говорить раньше Ну во первых Это мне кажется Комплекс причин Во вторых Я многие вещи Которые Да вы ровно Все это озвучили Только что сам Что надо уметь Слышать И после того Как мы услышали Надо уметь Эффективно Вот это Но все эти составляющие Присутствуют Судя по тому Что вы сказали Да Они естественно Присутствуют Где-то в большей Мере Где-то в меньшей А как вы прокомментируете Свежий рейтинг В ЦИОМ Который Говорит о том Что рейтинг Владимира Владимировича Путина Сейчас составляет 33% И ведомости Об этом Пишутся С ссылкой на ВЦИОМ И как говорят Аналитики Он продолжит падать Это самый низкий Рейтинг Со времен 2006 года Он то с чем Связан такой рейтинг Ведь он зашкаливал Буквально еще год назад Вот это В чем здесь вообще Вот мы говорим Про недоверие власти Здесь недоверие 33% Это уже ниже Некуда падать Просто В связи Тут что Коррупционеры Профессиональный уровень Вдруг резко упал У правительства Вместе с президентом Мое мнение Что Это Такой определенный Посыл Для нашего правительства И вообще для органов И региональной власти Чтобы Как можно Больше Обращать внимание Не на какие-то Внешний фактор Или на внешнюю Составляющую Хотя она бывает Если брать Для страны Конечно очень важно Но больше Брать Обращать внимание На те процессы Которые у нас здесь происходят Слишком увлеклись Игрой в войну Получается Во внешнеполитический Вес Я это говорю О том Что я Читаю Смотрю Анализирую Беседую с людьми И вижу Ну то есть Людей Вот сейчас На данный момент Интересует Вот именно Составляющая Вот они выходят На улицу И они Смотрят Какая у них дорога Где у них Парковка Как у них Вывезен Ну просто раньше Игорь Владимирович От этого зависел Рейтинг Губернатора Или мэр А сейчас Падает рейтинг Президента Этого не было Никогда На всей памяти Службы Владимира Владимировича Президента Я думаю Что вот Это лишний Опять же говорю Повод Проанализировать То что Все таки Что не так Почему Это не так И у нас И последние выборы Которые были Они показали Что во многих Субъектах Именно какие-то Протестные Наполеено Вот эти Моменты Они довольно таки Сильны И надо очень Активно Перестраиваться Если мы хотим Чтобы у нас Не было Этого падения Там дальше То мы естественно Должны перестроиться На уровне Муниципалитета На уровне Региональной власти И дальше уже По стране Нам главное Экономически Идти вперед Экономический рост Нам нужен Экономический рост Вот Это вы понимаете А вы думаете Вот на этот рейтинг На это падение Вообще президент смотрит Им это интересно У него задачи Глобальные Вселенского масштаба Даже Неземного Опять же Во-первых Есть специальные службы Которые на это смотрят И докладывают президенту Насколько я знаю Второе Из того Что вот он выступал На наблюдательном совете ОСИ Выступал Там На госсоветах Именно те позиции Которые он ставит Эти задачи ставит На мой взгляд Они отражают То что он смотрит Он видит это И он знает На какие направления Надо бить Вот мне Очень Ну то есть Вот наша экономика Не будет развиваться Если не будет Привлечения Вот этих инвестиций Частных Или там Федеральных Для этого нам надо создать И они созданы Наполнить жизнью Вот те механизмы Которые есть Потому что у нас Такое количество Нормативной документации Человеку просто Вот предпринимать Чуть-нибудь сложно Создали у нас Там контроль То есть Этот Паспорт По реформению Контрольно-надзорной Деятельности Да Уменьшились Плановые проверки Ну а увеличились Опять же Вне плановые проверки И вот это все Это оказывает давление И люди не идут Всегда бюджетных денег Будет не хватать Мы только сможем Вырваться вперед Если будут Вкладывать инвестиции Огромное количество Давайте поговорим Про это Кстати говоря Мусор обязательно Нужно сегодня Еще обсудить На прошлой неделе Снова ярко Эта тема обсуждалась В том числе И в нашем эфире Был у нас депутат Михаил Шихов В дневном развороте Он заявил Что региональный оператор Просил Чтобы в Кирове Кирово-Чепецке Была введена оплата С каждого жильца Не с квадратного метра Как это было сделано Такое решение Говорит он Уменьшил объем средств Которые будет получать Куприд И назвал ситуацию Довольно критичной Это ставят под угрозу Инвестиционные проекты Рекуператора Что скажете? Выдохнул Игорь Павлович Если честно Что очень много Про это говорится И про метры И про людей И каким образом Как изменилось Кому выгоднее Кому не выгоднее Мне бы если честно Не хотелось сейчас Вдаваться в эти тонкости Я хотел бы сказать О некоторых моментах Которые Я слушал внимательно Очень интервью Михаила Ишихова Которые он давал На эхо И вот меня Поразил один момент На который бы я Хотел остановиться И может быть В основном На этом и все Он когда Несколько раз Говорил о том Что давайте поговорим О сути реформы О сути реформы И потом Вы подошли К этому вопросу О сути Он сказал суть В его понимании Суть первая Это чтобы обращение С отходом Было передано В одни руки Второе Это чтобы все Вывозилось На лицензионные полигоны И третье Чтобы вывозили Лицензионные Автотранспортные предприятия Вот он Обозначил Такую суть Мое мнение Кардинально Не такое И оно Кажется На мой взгляд Оно совпадает Мое мнение И со Экологической стратегией Которая в 2017 году Подписана Федеральном законе Об отходах Основной момент Во всей этой Реформе Был заложен В том Что наша страна С учетом того Что мы 90 Там с чем-то Процентов мусора Просто закапываем Мы идем К экологической Катастрофе И для того Чтобы этой Экологической Катастрофе Не случилось Еще с санитского года Президент дал Первое поручение Губернаторам О том Что начать Разрабатывать Вот эти инвестиционные Планы По изменению Тактики Обращения с отходами И с этого Времени И по идее Должны были Заниматься Ну у нас Как-то так Получилось Что в конце Все начали Это делать И как бы Делать это Быстро И основной Это момент Это снижение Именно То есть Увеличение Сортировки И Переработки И снижение Полигонного Захоронения И в конечном итоге Мы вообще Должны Прийти к отсутствию Полигонного Захоронения Как допустим В Швеции Ну 99% Там полностью Перерабатывается И переходит В другие продукты Сказал Что надо В Осенцах Строить Мусоросортировочный И перерабатывающий Завод И даже Предприятие В котором Он является Совладельцем Кстати говоря Большим Достаточно Совладельцем Уже разработал Техническую Документацию Для вас Мне вот Его выражение Вот в этом плане Не совсем Как бы Понравился Немножко Напрягли Потому что Если человек Который у нас Можно сказать Один из основных Кто ведет Это направление Да Ну то есть У него вот реформа Именно в этом Если брать его Миропонимание Реформы То он четко Ей следует У нас Единый оператор У нас Полигон Лицензионный У нас Лицензионные компании Почему такая позиция На ваш взгляд Не работает На ту задачу Которая поставлена Перед страной Уменьшить количество Гусора Который мы захораниваем А перерабатывать его У нас В настоящем В настоящем С населением Разговариваешь Читаешь какие-то доводы Основные проблемы И вообще Население озвучивает Мы готовы платить Мы ведь Мы не отказываемся платить И мы понимаем Что мусор Надо перерабатывать Потому что мы Захлебнемся этим мусором Но мы хотели бы Платить Чтобы мы понимали Куда мы это платим Чтобы вот Пришел инвестор Инвестор вложил В эти деньги Разложил это на 10 лет Мы видим Что постепенно Это все делается Свои деньги инвестор вложил Свои деньги А сейчас Население Ну как бы Понимает Что у нас На данный момент Ничего нету Ну то есть Да в перспективе Построится Но когда это построится Деньги-то сейчас Собирает И вот в этом Есть определенный момент И никто же не против Это даже очень хорошо Что допустим Рекоператором Стала компания Которая Вообще этим мусором Занималась Потому что в некоторых Субъектах Заходят вообще инвесторы Ну как Которые вообще К мусору не имели отношения Ну тоже есть свои сложности Но здесь Этот момент Да То есть зашла компания Которая имеет Ну определенные возможности Но я как понимаю Вот с инвестициями Какие-то Напряги Что мы вот это все Будем строить За счет тарифа Да за счет тарифа Плюс федеральных Каких-то Да вот этих И это и вызывает У населения Вот это негодование Это первый момент И второй момент Вообще Вот эта реформа Она еще полностью Ну предполагала Изменение полностью Вообще Культуры поведения Культуру Обращения с мусором Чтобы у нас Было Изначально Были возможности Сортировать этот мусор Чтобы мы молодежи Об этом рассказывали Чтобы мы дальше Это развивали Были какие-то Экономические рычаги Если ты сдаешь Сортированный мусор Ты получаешь За это вычешь Понижение Шихов говорит В свое время Все будет Погодите Надо еще 5 полигонов Новых построить А 19 закрыть Ну вот У нас не работает Вот сейчас показал На Кировской области Вот с обещаниями плохо Ну то есть народ Как-то разочарован И не верит в эти обещания И в том-то и дело Что если бы были инвестиции Вложены прямо сейчас И у нас бы началась Частные Да Частные Пусть инвестиции Но Я не знаю Но даже вот Вложить Ну то есть Инвестиции Давайте возьмем 2 миллиарда Да Ну то есть частный инвестор Приходит Вкладывает 2 миллиарда Это в принципе Хватит на завод Мусороперерабатывающий И может даже Немножко там На какую-то сортировку Есть такие инвесторы Есть Есть такие инвесторы Вы знаете изнутри ситуацию Получается Ну да Насколько возможно А почему Если он есть А почему он не вкладывает Ну я бы можно оставлю Без этого Ну то есть Насколько я знаю Желание есть Но пока нету Какой-то возможности И ну как-то было заявлено И министром экологии О том что Ну нам не нужна Нам не нужны инвесторы Потому что Есть своя стратегия Ну да Есть своя стратегия Можем получить федеральный день Это хорошо Но когда они будут И будут ли вообще И вот это сложно То есть И на мой взгляд Что сейчас надо Вот именно принять Активные какие-то меры Для того чтобы Эту ситуацию Вот этот градус понизить Чтобы населению Было понятно За что Они будут платить Потому что мы подойдем К февралю Там опять придут платежки И опять будут Ну определенные И опять рейтинг президента Упадет Ну то есть да Вот чем дело кончится Игорь Панкратов Это его особое мнение Мы сегодня слушали Член общественной палаты Кировской области У микрофона работала Светлана Занько Всем хорошего дня Особое мнение На 101FM